Здоровый ребенок В первом году окончила Красноярский государственный медицинский университет, там же проходила ординатуру. Последние три года заведующая женской консультацией в Невьянске. Сейчас работает в Уральском клиническом лечебно-реабилитационном центре. Очень важно супружеской паре думать о том, что предстоит беременность, потому что рождение здорового ребенка, осложнение, течение беременности, все зависит от здоровья женщины, а также мужчины. Очень хотелось бы, чтобы известие о наступившей беременности было для супружеской пары желанной и давно подготовленной фразой. Что может повлиять на течение беременности? Юные беременные до 18 лет. В этом возрасте высок риск развития пороков рождения ребенка, пороков рождения плода, а также невынашивания и недонашивания беременности. Поэтому юные беременные в Свердловской области наблюдаются совместно Институтом охраны материнства и детства города Екатеринбург. Существует такое понятие, как позднерепродуктивный возраст. В возрасте старше 35 лет у женщин высок риск рождения детей с синдромом Дауна, с пороками нервной трубки, а также чревато течение беременностями рисками осложнений, которые могут возникнуть при наличии хронических заболеваний. Кроме такого фактора, как возраст, очень важно полное здоровье женщины, потому что при наличии каких-то хронических заболеваний может возникнуть осложнение в течение беременности. Возраст в этом случае женщины не важен, поэтому желательно перед планированием беременности женщине посетить врача-кардиолога, уролога, эндокринолога, ликботерапевта в зависимости от той патологии, которая присутствует. Потому что патология почечной системы, сердечно-сосудистая, также эндокринная система очень влияет на течение беременности. Беременность может возникнуть с осложнениями, осложнения вынашивания и донашивания беременности. Что нужно проверить, планируя беременность? Если пара решила запланировать беременность, паре необходимо показаться врачу. Женщине – врачу, акушеру-гинекологу, для того, чтобы доктор определил объем необходимых исследований. Минимум необходимый для пары – это общий анализ крови, для женщины общий анализ мочи, биохимический анализ крови, свертывающая система крови – это гемостаз, а также ультразвуковое исследование молочных желез, ультразвуковое исследование малого таза, осмотр гинеколога. При минимальном обследовании, осмотре, врач-акушер-гинеколог решит вопрос для себя, необходимо ли какое-то дообследование. Дообследование может быть связано, опять-таки, с наличием хронической патологии в женском организме и направить к сопутствующим специалистам. Обследование для планирования беременности, которое нужно добавить к общему анализу крови, биохимии – это мазок на половые инфекции, хламидии, посев на уреоплазму и мекоплазму, а также ПЦР, цитомегаловирус, вирус простого герпеса – это мазок. Кровь на торч-комплекс – это краснуха, цитомегаловирус, вирус простого герпеса, хламидия – это кровь. Эти обследования желательны, ну, как можно даже сказать, обязательны. Но обязательно женщину не можем, потому что это обследование платное. Супруг должен обследоваться у врача уролага-андролога, если он когда-то у него наблюдался. Если нет, то у врача-терапевта. Если женщина принимала гормональные контрацептивы, а потом решила забеременеть, то ей следует после их отмены предохраняться еще 1-3 месяца барьерными средствами. Иначе высок риск многоплодной беременности – двойни, тройни, четверни. Если в течение года пара не предохраняется и беременность не наступает, то тогда необходима консультация врача-акушерогинеколога. Причем обследование по бесплодию супружеской пары назначает, кроме врача-акушерогинеколога, еще и врач-уролог, естественно. И супружеские пары должны знать о том, что спермограмма – это очень важное и главное обследование при бесплодии. 60% бесплодных супружеских пар – проблема в мужском факторе. Решение вопроса в любом случае о наступлении беременности заканчивается в центре, который занимается репродукцией, если это бесплодие, например, трубное, либо мужское. Существует программа КВОД Свердловской области, о которой знает любой врач-акушерогинеколог. Существуют кабинеты по бесплодию. То есть, если супружеской паре поставлен диагноз бесплодия, они не беременны в течение года, врач-акушерогинеколог выясняет причину и направляет в кабинет по бесплодию, который в дальнейшем в город Екатеринбург, для получения квоты на бесплатное экстракорпоральное оплодотворение, если это будет необходимо. Если пара здоровая и планирует беременность. Акушерогинеколог обязательно назначит препараты йода. Для обоих супругов йод улучшает качество и подвижность спермы. Со стороны полового партнера, со стороны девушки йод и фолиевая кислота необходимы для профилактики пороков развития ребенка. Причем эти препараты будут назначены в течение 3-4 месяцев до наступления беременности. Йод будет приниматься в течение всей беременности и кормления грудью. Фолиевая кислота до 12-13 недель. Опять-таки повторюсь, это профилактика пороков развития ребеночка. Занятие спортом. Если девушка занимается спортом, планирует беременность, пожалуйста, пусть она этим спортом занимается. При наступлении беременности, при установлении факта того, что женщина беременна, врач-акушерогинеколог говорит ей о том, чтобы она снизила либо убрала физическую нагрузку. Это по показаниям. Алкоголь. Алкоголь необходимо исключить полностью за 3 месяца до планируемой беременности. Если случилась незапланированная, но желанная беременность, следует помнить, прием любых препаратов, а также алкоголя – это не противопоказание для вынашивания беременности. Субтитры создавал DimaTorzok